В труднодоступном районе Альп находится одно из самых загадочных озер Австрии – Топридзея. Еще со времен Второй мировой войны местное население прозвало это озеро свалкой дьявола. Все потому, что весной 1945 года немецкие военные в большом количестве затапливали в этом озере какие-то ящики. А незадолго до капитуляции германских вооруженных сил озеро потряс мощный взрыв, от которого обрушились скалистые берега. Местные жители тогда говорили, что Германия уничтожила в этом озере какие-то предметы, которые не должны были попасть в руки противника. Загадочным озером, расположенным в труднодоступной высокогорной местности, заинтересовались британские и американские специальные службы. Они изучали немецкие архивы и организовывали экспедиции к нему. В 1963 году на озере появилась небольшая группа людей. Как выяснится позже, трое из них были бывшие сотрудники немецкой разведки. Четвертый молодой немец, обладавший навыками водолазных работ, погружался на глубину и что-то искал на дне озера. В очередном погружении, находясь на 60-метровой глубине, он погиб. Оставшихся участников этой экспедиции задержали в Мюнхене. Им была вынесена мера уголовно-правового характера в виде условного осуждения. Следствию так и не удалось установить, что искали бывшие ветераны немецкой разведки на озере Топлитзея. Одну из самых знаменитых экспедиций на это озеро в конце 50-х годов организовал немецкий журнал «Штерн». Вся операция подробно фиксировалась на кинокамеру. Сотрудники журнала пошли на большой риск и наняли несколько профессиональных водолазов для работ. Погружение в это озеро считается опасным. Стволы деревьев, падающие с гор, остаются лежать на дне нетронутыми. Они не разлагаются из-за уникального состава воды, в котором нет кислорода. Водолаз или небольшой подводный аппарат могут легко угодить в ловушку из веток и деревьев, покоящихся на дне. С 1945 по 1950 год на озере погибло несколько человек, которые искали на дне золото Третьего Рейха. Экспедиция журнала «Штерн» стала сенсационной. Водолазы подняли со дна несколько миллионов английских фунтов стерлингов. Позже выяснится, что они фальшивые. Следствие установит, что данные купюры были напечатаны Германией в рамках операции «Бернхард». Изначально целью операции был подрыв английской финансовой системы. Руководить операцией назначили штурмбаннфюрера СС Бернхарда Крюгера. В концлагере Загзенхаузен, используя труд заключенных, было напечатано около 300 миллионов фальшивых фунтов стерлингов. Качество подделки было настолько высоким, что купюры не могли различить даже эксперты. Фальшивые деньги тут же пустили в оборот. На них проводили секретные операции, производили выплаты агентам немецкой разведки. Чтобы состарить купюры, использовали заключенных. Их выстраивали в колонны, после чего из рук в руки передавались деньги, таким образом имитируя процесс денежного обращения. Фальшивые деньги перевозили в замок Лаберс. Оттуда они расходились по территориям других стран. Когда стало ясно, что Германия терпит поражение, производство фальшивых денег в Загзенхаузене прекратили. Рабочих, а также станки и оборудование перевезли в концлагерь Матхаузен. Бернхард Крюгер распорядился доставить их в систему туннелей Редельцыпф и там возобновить производство. Но вскоре был получен приказ о прекращении операции. По одной из версий, оставшиеся фальшивые купюры приказали спрятать в горной соляной шахте, в которой хранились различные произведения искусства, вывезенные из других стран. Ночью колонна автомобилей сбилась с пути и не нашла поворот, ведущий к шахте. Времени на поиски не было, в Вену уже вошли советские войска. Положение было критическим. Тогда было принято решение затопить фальшивые купюры в озере, что и было сделано. В 80-е годы немецкие биологи заинтересовались озером и отправились к нему, чтобы на небольшой подводной лодке заняться изучением придонной фауны. Изучая дно, они наткнулись на ящики с фальшивыми купюрами, а также обнаружили морские мины, разорванный гидросамолет и пусковые установки для ракет. Тогда было выяснено, что когда-то немцы проводили здесь эксперименты с военно-морской техникой. Взрывали бомбы на различных глубинах, испытывали торпеды и ракеты, мишенями которых были окружающие горы. Также испытывали ракеты подводного старта. Помимо этого, участниками экспедиции на глубине 80 метров был найден большой металлический контейнер и железный ящик, пробитый пулями, на котором виднелась эмблема сербского торгового банка. Ящик был пуст, что было в большом контейнере оставалось загадкой. Его подняли на поверхность и вскрыли, но он оказался также пустым. В нем находились обрывки каких-то бумаг, надписи было не разобрать, но на одном из обрывков была сделана надпись от руки номер 157. Один из биологов так заинтересовался находкой, что стал изучать историю озера и все, что с ним было связано. В ходе своего расследования он выяснил, что в 1945 году немцы затопили в озере документы и похищенное золото сербского торгового банка. Помимо этого на дно были спущены пять герметичных контейнеров с секретными документами Третьего Рейха. Это означало, что скорее всего кто-то еще до экспедиции журнала Штерн побывал на озере и достал эти контейнеры. Четыре контейнера увезли в неизвестном направлении, пятый, предварительно вынув документы, опустили снова на дно озера, оставив в нем загадочное послание в виде обрывка листа с надписью номер 157, что означал этот номер так и не удалось выяснить. Известный охотник за нацистами Симон Визенталь был уверен, что в озере хранились секретные документы о движении капиталов Третьего Рейха. Исследователь нашел архивы с воспоминаниями одного из сотрудников СС, записанные в 1972 году. В них говорило, что в озере действительно были затопленные ящики с золотом, после чего над тем местом произвели взрыв, который обрушил большое количество скальной породы и надежно укрыл спрятанное золото. Добраться до него очень сложно, для этого нужно расчистить огромное количество горной породы. Также было установлено, что помимо британских и американских спецслужб, озеро обследовали и советские специалисты. До 1955 года в Австрии находились советские войска, у которых было достаточно времени, чтобы изучить озеро и его содержимое. На данный момент можно утверждать только одно. В период с 1945 по 1959 год кто-то обнаружил затопленные контейнеры с секретными документами Германии и вывез их в неизвестном направлении. Кто это был до сих пор остается тайной. В настоящее время все исследования озера строго запрещены, без предварительного согласования с австрийскими властями. С 2005 по 2009 год на озере работала американская экспедиция, используя современное оборудование. По официальным данным ничего нового они не обнаружили. Тем не менее считается, что под завалами скальной породы и под слоем затонувших деревьев до сих пор находится множество золотых слитков, доступ к которым очень сильно затруднен. Субтитры сделал DimaTorzok